Моё размышление и поиск, потому что моё размышление — это в поиске откровения Слова Божьего. И это то, что Бог вложил в моё сердце, вкладывает такое понимание. Когда я размышлял над этим временем, время, хотите, не хотите, оно сложное, оно трудное время. И Бог проговорил в моё сердце, что в это время то, на что необходимо акцентировать своё духовное внимание, — это на благодать Божью. Это то, на что необходимо активировать своё внимание. Вплоть до того, есть такое слово «страсть». Кто понимает слово «страсть»? Это сильное желание чего-то. И вот то, что должно появляться, — это сильное желание по благодати Божьей в это время. Это то, что поможет многим пройти через это время. Я знаю, что не все идут победным маршем в это время, как верующие люди. Победный марш — это без страха, это с уверенностью, это с надеждой в Господа. Не все. Некоторые падают видимо, некоторые падают невидимо, некоторые отступают от Бога. По одной только причине. Недостаток благодати в ихней жизни. Жизнь каждого складывается с определённых этапов. И мы это уже знаем, люди, которые прожили какой-то отрезок своей времени. И каждый этап в нашей жизни требует Божьей благодати. Преимущество сегодня верующих нас — это то, что мы имеем благодать. Это то, что мы имеем благодать. С первых дней моего христианства, я когда-то делился этим свидетельством в церкви, я ещё раз поделюсь. Меня всегда интересовало слово «благодать». И вот когда мне только попадался какой-то умный человек, на мой взгляд, в церкви, образованный, я всегда задавал этот вопрос «А как выглядит благодать?» Вот я не знаю, почему. Я верю, что на сегодняшний момент у меня есть какое-то откровение о благодати. Даже то, чем я сегодня делюсь, это свидетельство того, что есть какое-то откровение, но я верю в то, что оно будет ещё больше, большее понимание. Я бы воспел в псалмах, если бы я имел этот дар, я бы воспел саму благодать. Вот мне было интересно. Но никто на этот вопрос не дал мне хорошего ответа. Никто. Все уходили. И если сегодня честно, и я вам не дам этого ответа. Если бы вы меня даже подпёрли, тем не менее ты скажешь. А чего ты, пастор, говоришь о благодати? Вы меня сейчас поймёте. Благодать — это то, что сложно объяснить. Но благодать, она или есть, или её нет. Вот это то, что ты можешь чувствовать, то, что ты можешь переживать, то, в чём ты можешь жить, но ты не можешь объяснить. Много вещей на этой земле, в физическом мире, которые мы не можем объяснить. Кто может объяснить чувство сытости? Вот это всё, что ты скажешь. Знаешь, одним словом можно сказать «ля пота» или «мне хорошо». Вот и всё, это чувство сытости. Вот точно так же и благодать. Когда её нету — это плохо. Когда благодать есть, это хорошо. Мы переживаем в своей жизни благодать. Первый этап, когда пришла Божья благодать в нашу жизнь, это этап нашего спасения. Когда благодать спасительная пришла в мою жизнь, я понимаю, что я стал не такой. Если я проходил мимо церковного собрания, если я проходил мимо раньше верующих, говорил «вы идиоты, вам больше нечем заняться», то когда пришла в мою жизнь спасительная благодать, теперь я стал тем, что я на кого-то говорил, и я нахожусь в этом. Это первый этап. И это, попробуй объясни, это внутреннее свидетельство тому, кто не имеет этой благодати. Это, как говорят, есть такая пословица, «Сытый голодного не поймёт». Вот сто процентов. Когда человек сыт, он никогда голодного не поймёт, и голодному сложно понять сытого. Вот так. Вот точно так же и благодать. Когда она пришла, ты переживаешь её, ты не можешь её объяснить. Ты знаешь, что тебе хорошо. Тебе вот просто хорошо. Ты испытываешь какое-то удовольствие в своей жизни. Но жизнь, она складывается с этапов. И это то, что на каждый этап нашей жизни к нам, мы должны понимать, нам необходима благодать. Потому что благодать, она многоразлична. Это то, что мы всегда должны держать во внимании своего сердца. Она многоразлична. И из-за того, что многие не в состоянии принять эту благодать в периоды своего изменения, они лишены того, что Бог имеет для них в виде благословения. Хорошо. Вернусь к такому примеру. Кто из вас знаком с чувством голода? Все знакомы. Может, даже сейчас кто-то сидит и говорит, посмотрите, я сейчас чувствую это чувство голода. Чувство голода, оно нас приводит к тому месту, там, где мы можем удовлетворить это чувство. Можно сравнить чувство голода с нуждой. Я испытываю нужду в своем желудке, поэтому мне необходимо восполнить эту нужду. Наполнить желудок для того, чтобы пришла ляпота. В жизни этапы — это как моменты, когда мы должны научиться. Я сейчас говорю простым языком, потом я перейду на более сложное, потому что я хочу, чтобы все, кто присутствует, все буквально могли понять, о чем я говорю. В жизни наши этапы складываются с моментов. И вот как раз ключевые точки, переломные точки — это чувство нужды. Но очень важно рассмотреть это чувство нужды, необходимости, обновления в своей жизни в Божьей благодати. Пример исторический. Израильский народ, который вышел из египетского плена, когда они попадают в какую-то точку, первое, то, что они вышли из египетского рабства, они переживают радость, спасительная благодать. Они спаслись от рабства. Они танцуют, они ликуют. Но это не конец, это Божий путь. В следующий момент приходит сложность, трудность. Следующий этап — Бог подводит их к следующему этапу в их жизни. И то, что в этой точке они не распознали вот этого чувства потребности Божьей благодати. Я привожу это с чувством голода. Слава Господу! Они не распознали эту нужду и то, что с ними начало происходить. Они, наоборот, начали ополчаться против Бога. Как бы вы, имея сегодняшнее понимание, поступили в тот момент, когда Израиль, допустим, сталкивается с водами мэры, с горькой водой, в тот момент, когда они имеют нужду в воде, они имеют жажды. Как бы вы поступили в том месте, имея сегодняшнее понимание? Сложно сказать, да? Сложно сказать. Сложно сказать. Вот то, что с Израилем произошло, они поступили, неправильно распорядившись своей нуждой, которую они имели. Они начали роптать, они начали скандалить, они начали выступать против Бога. Знаете почему? Потому что в этой точке, в которой они находились, они возложили своё упование на себя. Я не могу изменить эту воду. Ты что нас сюда привёл? Для того, чтобы мы умерли здесь? Я не могу это изменить. Я ничего не могу изменить. О чём это говорит? Это говорит о человеческой гордости. Человеческая гордость, она всегда косвенно, невидимо, пытается отделиться от Бога, оттолкнуться от Бога, сказать, я не нуждаюсь в твоей помощи. Но Бог так устроил жизнь христианина, что он всегда будет нуждаться в помощи у Бога. Он будет всегда нуждаться в помощи у Бога. Поэтому сегодня, когда я смотрю на некоторых верующих, которые идут за Богом, идут за Богом, и момент, когда начинают терять силы, когда начинают отходить, оставляют служение, оставляют церковь, уходят, бросают то, что было доверено, не имея значения от того уровня или от той дистанции, которые прошли, оставляют. Всё, не могу. Устал. Результат того, что они не в состоянии рассмотреть вот эту нужду, нужду в Боге. Это не имеет значения. Месяца в церкви, два месяца, три год, десять лет. Я всегда останусь зависимым от Бога. Вот в этих переходных этапах своей жизни мне нужна Божья благодать. с чем бы я ни столкнулся, через что бы я ни проходил, нужда в доме, страх, тревога, любое другое, какое-то переживание, послушайте, я всегда буду нуждаться в помощи Бога. Я был в Америке, и некоторые задают такой вопрос, как вы можете жить там, в этой Украине? Вообще, что творится в Киеве? Что вообще происходит? Некоторые вообще говорят, чего вы туда вообще назад едете, вы, идиоты? Оставайтесь здесь, все, все, не надо никуда ехать. Почему? Ты успокаиваешь по одной только причине, что есть Божья благодать, которая дает способность жить в любых обстоятельствах. Вот почему можно восхищаться верующими людьми, Павлом, другими, другими, кого мы будем увидеть как героев в Библии по одной только причине. Эта способность дает Дух Святой. Поэтому, когда возникает нужда, когда возникает нужда, когда одолевает страх, когда одолевает искушение, когда одолевает непонимание, неверие в моей жизни, послушайте, мы должны увидеть, что через этот позыв, как в желудке, когда я голодный, у меня бурчит, бурчит, вурчит, у меня все аж движение целое. Я знаю точно, что я голодный, вот точно так же, когда происходят какие-то обстоятельства, и я испытываю внутренний дискомфорт, я испытываю внутреннюю проблему, которая связана с любыми обстоятельствами. Это мое свидетельство того, что я нуждаюсь в помощи Бога. Когда меня одолевает искушение, я знаю, что я сегодня то, в чем я нуждаюсь, я нуждаюсь в помощи Бога. сегодня меня одолевает страх, это то, в чем я нуждаюсь. Я нуждаюсь в помощи Бога, в Его благодати, чтобы она пришла в мою жизнь как обновление, чтобы Божья благодать, она пришла обновлением в мою жизнь. Сегодня верующие должны иметь страсть, страсть по этой благодати, увидеть нужду. Мы ее не можем пощупать, мы не можем ее объяснить, но мы знаем, когда она есть. Почему? Потому что она приносит в мою жизнь комфорт. Все вокруг взрывается, все вокруг гудит, но в Божьей благодати я живу в покое. Не устройство, в Божьей благодати я живу в покое. Вот это вот страсть, страсть распознать по Богу эту страсть и направить ее в правильном направлении, в правильном, в сторону Бога. Почему? Потому что сегодня многие могут иметь эту страсть, но не направлять ее в сторону Бога. Нужду, но не направлять ее в сторону Бога. Первая причина это наша гордость. я смогу сам, у меня получится. Как я могу у кого-то просить? Это греховная натура человека, любого. Это то, что пришло с грехопадением человека. У человека первого было желание всегда быть независимым от Бога. Он всегда хотел независимым быть от Бога. Почему змей уловил это? Ты вкусишь и будете как Боги. То есть, другими словами, послушайте, вы не будете нуждаться в Боге. Вы как только вкусите этот плод, вы не будете нуждаться в Боге. Это то, что будет находиться в каждом, испытывая нужду, предательство, какое, любое другое испытание, это как этап. И ты понимаешь, или я сам буду идти, и куда я приду? В дурдом или еще куда-то попаду? Или в жуткую депрессию? Да, 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 да. Сегодня испытывая нужду в доме, когда муж изменяет жене, или дети зависимы от какой-то проблемы, от какой-то зависимости, своим умом человеческим сложно. Это как нужда, которая возникает. Я сам, послушай, нет, самому не получится. Это только благодать Божия нужна. Нести неверующих родственников, детей, мужей нужна благодать. Вот почему необходимо рассмотреть эту нужду. Проблема, проблема, она приносит нужду внутрь нас, она приносит проблему, и вопрос в том, смирюсь ли я в том, чтобы просить у Бога помощи. Господь, я не мужчина, я нуждаюсь в Тебе. Сегодня эти обстоятельства, которые звучат в Киев, Одесса, в других местах, это то, что как информация, которая для многих приходит как страх. Я сначала удивлялся, почему верующие христиане реагируют боязнью на то, что происходит. А потом ко мне начало приходить понимание, что немногие в этих этапах своей жизни просят у Бога обновления Божией благодати. Господь, обнови, обнови. Потому что страх многих, он пленяет, а что теперь дальше будет? А как теперь будет дальше? Послушай, благодать она приносит в мир. Послушай, со мной будет все хорошо. Где б я не оказался, где б я не был. Да? Я в воскресенье был на острове. У нас уже открытие произошло. Железная лига тоже начала. Первый матч был. Слава Господу. Отпраздновали открытие. Я с сестрами разговаривал. у нас сейчас некоторые сестры на диете. Ну, слава Богу, диета это хорошее слово. Одно желание поговорить о пище. Раньше ты запах не замечал. Ну, 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 я потом выяснил, что я уже несколько лет на диете. слава Господу. Изредка срываюсь там, а так все время на диете. Поговорил, так стоп, так я же говорю, что же таким. Ну, не об этом. И, я знаю, что некоторые читали эту книгу, колымские истории, да, рассказы Шаламова. Есть такой автор, это человек, он сам был сыном священника и во время революции, то есть жизнь его так закрутилась, что он оказался репрессированный и все время провел в лагерях всю свою сознательную жизнь, то есть уже в конец своей жизни он вышел и написал эти рассказы. И я тоже прочитал эту книгу и в этой книге несколько мыслей, которые меня зацепило. Первая мысль это его отношения с верующими, которыми он столкнулся с верующими в этих лагерях и он говорит «меня удивили эти люди». Говорит «если все ломались, эти не ломались, у них какой-то был внутренний стержень, который давал им силу». Я когда читал, я думаю «слава Богу, это о нас». Вторая мысль, которая, ну толстая книга, но вторая мысль, которая меня зацепила в этом романе, это то, когда он описывал и Дарина напомнила чувство голода, которое присутствовало там, в этом, в этих лагерях. Все поглощающее, страсть о еде, ты ни о чем не думаешь, только одно, что ты покушаешь, что ты скушать, все, ты за еду все можешь продать, ты за еду все можешь купить, ты за еду можешь убить, потому что это все тебя чувство, оно поглотило. Вот это состояние, оно поглотило. Я сидел и думаю, стоп, это то, что должно быть сегодня с нами, как с верующими людьми. Это то, что у нас должно поглотить одно желание иметь Бога, Божье присутствие, Божью благодать, Божье обновление в своей жизни. Вот это то, что должно охватить, как только приходит эта ситуация, кризис на своей жизни, Господь, я нуждаюсь в тебе. Апостол Павел, он тот, наверное, тот, кто воспел благодать в своих посланиях, потому что, когда у меня загорается лампочка с именем благодать, у меня всегда загорается послание апостола Павла благодать, благодать, и ты начинаешь видеть, как он невидимо для глаз воспевает Божью благодать. По благодати есть тот, кто я есть. Я потрудился, впрочем, не я, но Божья благодать. Довольно тебе благодать и моей. Милость вам и благодать пусть умножается. И ты начинаешь видеть, ты начинаешь видеть, вот тонко замечать. Многие ищут успех христианской жизни. Успех христианской жизни, послушайте, он зависит от благодати Божьей в нашей жизни. Все. Пусть у меня даже ничего нет, пусть у меня даже карманы дырявые, пусть, может, у меня трехразовое питание, понедельник, среда, пятница, но если со мной благодать Божья, послушайте, я самый счастливый человек. Все. Она мне дает уверенность, она мне дает покой, она мне дает силу, она мне дает способность. 1 Коринфянам 3.10 1 Коринфянам 3.10 Я, апостол Павел говорит, поданной мне от Бога благодати. Я поданной мне от Бога благодати. Что, если скажешь, хорошо, апостолу Павлу Бог что-то ему дал, послушайте. Апостол Павел просто сумел рассмотреть, что он что-то получил от Бога. И сегодня наша задача как верующих людей тоже рассмотреть, что мы тоже имеем эту же благодать, которую имел апостол Павел, которая сделала его способное что-то делать для Бога. Говорит, я получил эту благодать. Вот почему сегодня многие должны увидеть себя. Я получил эту благодать. Апостол получил Павел для определенной функции. Точно так же сегодня и я получил эту благодать для определенной функции. Я поданной мне от Бога благодати. Поданной. Юра, иди сюда. Хороший пример. Сейчас вот то, что должны увидеть многие, что происходит в нашей жизни. Потому что вот это вот слово поданной, оно такое очень содержательное слово. Оно имеет такой серьезный смысл. Оно такое активное. Знаете, мы по-разному можем давать, да? Мы по-разному можем давать. Мы можем просто дать. А может это даяние как навязывание. Что ты скажешь, ух, я чувствую, что я получил. Вот когда приходит Божия благодать, вот это вот слово данное, вот данное, это слово, которое нас толкает к определенному действию. Вот когда пришла спасительная благодать, куда она вас начала толкать? Вот почему я могу сказать, спасенный человек или не спасенный? Она пришла. Она пришла нежно, но она меня выталкивает. Вот точно так же в каждом этапе нашей жизни, в каждом этапе нашей жизни Божья благодать, когда она приходит в нашу жизнь, она нас всегда будет выталкивать, знаете куда? В волю Божью. Одну такую золотую мысль, которую я с вами поделюсь. Божья благодать, она ведет нас, а не уводит. Внимательно. Она нас ведет, а не уводит. Ведет нас в волю Божью. Вот пришла, я по данной мне благодати от Бога. Апостол Пагарит, ему благодать дана, и она его дана, она его толкнула к тому, чтобы строить церкви в Коринфе. Строить эти церкви. Строить эту церковь. Мне дана эта благодать. Строить эту церковь. Она вытолкнула. Вот точно так же, когда мы открыты для Божьей благодати, Божья благодать, она всегда нас будет выталкивать. Потому что вот это даяние, оно не просто вот такое состояние. На! И ты где получил, там и остался. Нет. Божья благодать, то, что она делает, она всегда ведет, она всегда нас выталкивает. поэтому моменты, допустим, когда приходит страх в мою жизнь, сегодня эти обстоятельства, которые, информация, которая приходит, как страх приходит в мою жизнь, когда приходит обновление Божье, послушайте, то эта благодать, она дана нам, и то, что она делает, она нас опять выталкивает в правильное место. Все сидят в страхе, а ты сидишь в покое. Почему? Потому что благодать выталкивает нас. там, где нас желает видеть Бог в свой покой, в свой мир, в свой шалом. Это не момент какой-то внушения, я в покое, я в покое, я в покое, я в мир, все, мне самцом на мир. Нет, это действие Бога. Вот Бог приносит тебе покой, и ты спокоен. И кто-то рядом сидит, послушайте, надо нервничать, надо переживать, а когда же будем, что теперь будет с нами? А тогда что-то будет. Но ты это говоришь с положения того мира, который есть в тебе. Ты скажешь, а у меня этого нету. Послушай, у тебя страх есть? У тебя есть переживание? У тебя есть волнение? Это свидетельство той нужды, что твоя жизнь, она должна обновиться в благодати Божьей. Вот и все. Это надо признать, потому что некоторые, ой, а как я могу сказать, что я боюсь? Я не боюсь. А если узнают, что я боюсь, некоторые даже Богу не открывают свои страхи, свои боязни, скрывают, мол, сейчас я все преодолею, я все, я все пройду. Послушай, да, с его благодатью. Поэтому благодать Божия, она нас выталкивает, она нас выталкивает, она нас ведет, она нас не уводит. Она никогда не уводит. Если ты держишься за Бога, если твое сердце открыто для того, чтобы обновление приходило в твою жизнь, всегда будет сила Божия для того, чтобы противостоять и жить победоносной жизнью, которую Бог имеет сегодня для каждого верующего человека. Да, да, так и есть. Окей, все, спасибо. Бутылку вернуть. Благодать изменяет наше отношение к вещам. Я приведу этот пример. Некоторые пользуются очками. Вдаль или вблизь. Кто-то не видит. вблизи кто-то не видит вдали. И для того, чтобы исправить этот момент, вы одеваете очки для того, чтобы рассмотреть. Тот, кто не видит вдали, он не видит черты лица. Он не в состоянии увидеть и сказать, этот человек красивый, этот некрасивый, этот красивый, здесь красивые черты, это хорошее, это тот, тот, он не в состоянии. Но когда очки одевает, у него мир преображается. О, сколько много красивых людей. Потому что когда без очков тебе кажется, может казаться, все улыбаются. А когда ты очки одел, все серьезные сидят. Или наоборот, ты думаешь, все серьезные, что вы серьезные такие сидите, очки одел, все улыбаются. Вот благодать, то, что она делает, она преображает жизнь. Ты начинаешь видеть то, чего ты не видел. Апостол Павел, он осознавал эту зависимость, несмотря на то, что он апостол, он много знал, он мог много чего сказать, но он осознавал зависимость от помощи Бога, от благодати. Почему он не молился за одну церковь? Молю, чтобы Дух Святой открыл глаза их сердец. Я бы сегодня современным языком молился и просил, Господи, благослови церковь всю очками, чтобы они способны были увидеть Твое благословение. 3D, да? Чтобы во всей полноте, в 3D, чтобы вы увидели, как в 3D, во всей полноте и во всем благословении. Я так интерпретирую на современный язык, поймите, что это просто как расширение какое-то понимание. Вот благодать Божия, она преображает. Вот почему кто-то говорит, как вы можете там жить? Можем, потому что мы в благодати. И для того, чтобы вы поняли, как мы там живем, вам надо тоже принять эту благодать. Принять эту благодать, да? Принять эту благодать. Жизнь апостола Павла, она изменилась по одной только причине. он встретился с этой благодать. Благодать, она преображает. Благодать, она преображает. И очень важно, давайте, мы помолимся в следующую среду и на домашнюю группу, хорошо? Я уже закончу. Дарина, ты не бодрствуешь. Я всегда найду кого-то виноват. Думаю, у меня не получается, то есть, ну, хоть тут. Галатам 2 глава, 21 стих, по-моему, да? Да, 2, 21. Это послание как раз касается благодати закона. И вот здесь апостол Павел говорит, я беру это как с контекста, просто как стих. Не отвергая благодати Божией. Здесь мысль такая. Не отвергая благодати Божией. Значит, что? Была возможность отвергнуть эту благодать. То есть, приходит этап жизни, вот, допустим, послание Галатам. У нас много уже теологов, и мы знаем, какая причина, почему было написано это послание. Исторический контекст. Почему? Церковь начала оправдываться делами законов. Что они начали делать? Обрезаться начали. И они думали, что все, мы теперь угодим тебе, Господь. Такую жертву принесли. И апостол Павел, он возмущается, потому что он тот, кто был апостолом проповеди благодати. Он возмущается. Кто-то говорит, что он вообще очень категорично, резко выступает в этом послании, говорит, чтобы вы вообще поотрезали все то, что вы обрезали. Только в прямом таком резком интернете. Почему? Потому что он возмущен. Как вы можете оправдываться делами закона? Вы те, перед кем был начертан Господь Иисус. Поверили вы, получили Духа Святого. Почему вы опять возвращаетесь к делам закона? Почему вы опять пытаетесь Богу, у Бога заслужить или что-то доказать Богу? Говорит, это преступление. Если вы только делами своими пытаетесь заслужить или доказать, у вас будет большая проблема. У вас будет большая проблема. Вы отвергнете благодать, а жить без благодати верующему это лучше вообще не жить. Вы послушайте, это мучение. Идти самому без помощи жизни по Богу это мучение. Почему пьют, почему становятся зависимы от интернета, от фильмов, от порнографии, от других вещей, потому что верующие по одной только причине люди не нашли для себя обновления в Божьей благодати. Сегодня это вопрос номер один для многих. Вот почему это желание обновления, оно должно превратиться в страсть. Господь, я хочу, я хочу, это мое большое желание. Почему? Потому что везде, где бы я сегодня ни находился, мне нужна благодать. Сегодня я стою перед вами, мне нужна благодать. Сегодня я возвращаюсь домой, жить дома благочестивой жизнью, мне нужна благодать. Для того, чтобы через 25 лет совместной жизни я чувствовал гармонию и благословение в своем доме и в своей жене желанного человека, мне нужна Божья благодать. Любить, вести, служить, где бы ни находился, на улице, в доме, на работе, мне нужна Божья благодать. Чем отличался Иосиф, когда он был в плену от всех остальных? Что его возвысило? Это Божья благодать, которая была на нем. Бытие 39 глава написано, и была рука Божья на нем, и он был особым человеком. Вот почему сегодня ревновать Господь, я нуждаюсь, я нуждаюсь в том, чтобы Ты поддержал меня, Ты направлял, Ты меня выталкивал, Ты меня выталкивал к тому благословению, которое я имею в Тебе. Следующий момент, Евреям 13 глава, давайте последнее место Писания. Евреям 13 глава. Кто-то понимает, о чем я? Я хочу, чтобы это пропитало вас, это то, что сегодня необходимо, делитесь это на домашних группах, говорите об этом, даже может до конца вы не понимаете, говорите об этом, молитесь, просите, испытывая нужду, просите Господь, я нуждаюсь в Твоей помощи, мне нужна она, поддержи сегодня меня, чтобы никто не отверг, потому что многие люди из-за своей гордости, из-за того, что они не в состоянии просить, а что Бог не знает, что я имею нужду, Бог не видит, что я нахожусь в проблеме, Бог видит в том, что ты находишься в проблеме, Бог видит, но Твое, Господи, помоги, это показывает Твое смирение, потому что временами, Господи, ты что, не видишь? Это моя гордость, как жена может, ты что, не понимаешь? Ты что, не понимаешь, муж? А муж, не понимаю. Как ты не понимаешь? Ты что, не видишь? Что я тебе хочу сказать? Не видишь, что? Не вижу. Вот точно, знаете, потому что гордость, мы же горды, мы же не в состоянии даже, о чем-то сказать, хай догадается. Вот точно так мы и с Богом. Наша гордость, мы не в состоянии упасть на колени перед Ним и просить, Господь, мы нуждаемся в Тебе, помоги нам. мы нуждаемся для того, чтобы жить в Твоей силе, ходить в Твоей благодати, ходить в Твоем покое, ходить там, где Ты желаешь нас видеть, делать то, что Ты хочешь, чтобы мы делали не своими силами, а Твоими силами. Евреям 13 глава, 9 стих. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Не увлекайтесь. Что все значит? Это информация. Все то, что не укрепляет нас в благодати, если оно приходит как информация, оно уводит нас от Бога. То есть можно сказать, если вы увлекаетесь сегодня разного рода информацией, политической, послушайте, то, что сделает то, что произойдет с вами, это то, что вас унесет. Увлекаться в слово это еще можно перевести вот так вот в ориенале. Унестись прочь. Когда я чем-то увлекаюсь, что со мной происходит? Меня унесет это прочь. Сами даже анализируйте свою жизнь. утром встань, новости почитай, еще там то, то посмотри, 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 чем ты наполнился. Страхом, если ты чуть-чуть посильнее внутри, ненавистью. Вот и все. Поэтому, говорит, учениями не увлекайся. Информация, то есть в разные времена, говорит, учением не увлекайся. Почему? Потому что это унесет тебя. Учениями, и чуждыми, не увлекайся. Он говорит, ибо хорошо благодатью укреплять сердце, а не яствами. Здесь, знаете, можно принять буквально, а можно принять как образ. Информация как яство. Потому что некоторые, ну, значит, кушать не надо. А что такое яство? Ну, это вкусные пирожки, пирожные, шашлыки. То есть, аааа, понял. Этого, значит, надо не кушать. Раз ты это кушать не будешь, значит, ты будешь укрепляться благодатью Божью. Нет, послушайте, любая информация, это как трапеза, которая накрыта для нашей души. И вот, что самое интересное, есть информация, есть информация, она как пирожок. Вот для каждого разная информация. Кто любит фильмы ужасов? А я хочу сказать, что есть некоторые, кто любит. И для них это как яство. Ночью у-а-р. Посмотрите. Хорошо, кто любит эротические фильмы? Чего? Не любите? Все любят. Но вопрос в том, что не все смотрят. Не все смотрят. Кто любит боевики? Любят. Знаете почему? Потому что это как яство. И вы заметите, что это информация, которая, она воспроизводит определенную атмосферу, которая далеко не укрепляет в благодать. То, что я слышу, то, что я вижу, я могу этого лишиться. Я могу от этого отказаться. Я могу от этого отказаться. Ради одного, ради того, чтобы укрепляться в Божьей благодати. Потому что две кухни или Божья трапеза или трапеза этого мира одновременно с двух кухонь я не могу кушать. Вот точно так, как в двух ресторанах одновременно я не могу кушать, вот точно так же и в духовном мире с двух кухонь я не могу вкушать. Или я вкушаю с мира, или же я вкушаю от Бога. Поэтому, когда я ем с мира, мне не стоит удивляться в том, что у меня потом нет духовной силы. Мне не стоит удивляться, что у меня потом нет духовной силы к служению, у меня нету рвения, у меня нету интереса к Слову Божьему, у меня кроме страха, боязни будущего, паники, у меня ничего нету. Мне не стоит удивляться. Вот почему полмира сегодня боятся евробандеровцев. Почему? Потому что, включая и христиан. Почему? Мне постеряпили, у вас там спокойно, если я приеду в Украину, никаких проблем не будет, а то нас говорят тут, встречают и назад возвращают, кошельки, деньги проверяют, и там то-то-то-то. Говорю, вы что? Едьте спокойно. Это не одно с Россией, сколько мне летит этой информации. Все хорошо. Пастор, мы тебе верим, мы тебе верим, что у вас все хорошо. Почему? Я с вами. Они же приятные, что у кого-то. Где как-то? Они приятные. Почему мной едят, а потом как результат страх? Поэтому сегодня сами должны пересмотреть, где вкушать и что принимать для того, чтобы в чем я буду жить, в благодати. или же в проблеме. Преклоним голову наше. Отец, я благодарю тебя за возможность, которую ты даруешь мне сегодня делиться этим откровением с твоим народом. Я молю, я прошу, благослови сегодня каждого присутствующего. Пусть сегодня это слово, которое звучит здесь, и те, кто будут смотреть это видео, оно производит определенное действие. Дай, Господь, каждому видеть направление в их жизни, которому призвал Господь. Во имя Иисуса. Благослови, благослови, пусть это будет хлебом для славы Твоей. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова